Сегодня Карачева-Черкесия присоединилась ко всероссийскому марафону донорства костного мозга и крови. Давай вступай. Об актуальности проблемы рассказал приехавший в нашу республику Артём Алискеров, который в рамках акции совершает марафонские забеги в каждом регионе участники. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амхце. Более семи десятков регионов уже стали участниками акции, которая призвана напомнить о проблеме с донорством костного мозга. Сегодня к марафону «Давай вступай» присоединилась и Карачаево-Черкесия. Артём Алискеров – гость нашей республики и, можно сказать, лицо всероссийской акции и благотворительного фонда «Вторая жизнь». Ему тема очень близка. А в рамках проекта Артём уже совершил более 50 марафонских забегов. Это максимально моя история, потому что в 2019 году мне поставили диагноз «острый лимфобластный ликоз». Я прошёл 31 курс химиотерапии. И моё лечение длилось практически три года, но мне донор не потребовался. То есть врачи боролись за мой костный мозг успешно. Но со мной лежали в палате два человека – Андрей и Саид. Саид из Дагестана, которым нужны были доноры. Самое удивительное, что Андрею в России нашлось 4 человека. Это фантастические показатели. Все отказали. Ну а Саиду по всему миру не нашли. После этого при непосредственном участии благотворительного фонда и появилась идея, как лучше всего заявить о проблеме и увеличить число желающих стать донорами костного мозга. О количестве участников акции в Карачаево-Черкесии можно судить по заполненным коридорам региональной станции переливания крови. Судебные приставы, представители Росгвардии, полиции, образовательных организаций и волонтёры – кого здесь только не было. Каждый пришедший прекрасно понимал, насколько важным для чьей-то судьбы является сделанный шаг. Быть может, именно теперь у кого-то появилась надежда на полноценную жизнь. Полторы тысячи человек нуждаются ежегодно в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И только 0,1% жителей России вошли в регистр доноров костного мозга. И поэтому сегодня, придя сюда и став донором, это означает дать шанс на жизнь этим людям. Для чего вообще это всё нужно? Очень растёт число онкологических заболеваний, гематологических заболеваний. И каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в пересадке донор костного мозга. И многие, к сожалению, не доживают до этого момента. Для того, чтобы вы поняли цифры, сейчас у нас в регистре, в федеральном регистре, немногим более 200 тысяч людей. При этом в аналогичной базе Германии таких 9 миллионов человек, а в Соединённых Штатах 11 миллионов. То есть у наших медиков значительно меньше возможностей спасти тех, кому нужна срочная пересадка костного мозга. В федеральный регистр могут вступить все желающие. Достаточно сдать 2-3 миллилитра крови. Акции в поддержку донорства костного мозга проходят во всех регионах России. Среди участников известные в различных сферах деятельности люди. Мероприятия продлятся до 10 ноября. Артур Махцев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.